Какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем? Если у вас дефицит желчи, у вас нарушается моторика кишечника и это проявляется в виде запоров. Одна из самых главных причин акне и сухости кожи является как раз проблема с желчным пузырем. Всем привет! С вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. Сегодня продолжение темы печени и желчного пузыря и мы поговорим о желчном, о желчных кислотах, для чего они нужны нашему организму, потому как опять же многие недооценивают важность и влияние работы желчного пузыря на наш организм. Мы поговорим о том, к чему могут привести проблемы с желчным пузырем и какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем. На сегодняшний день, к сожалению, большинство людей имеют те или иные проблемы с желчным пузырем. Многие думают, что если нет камней в желчном пузыре, то и проблем тоже нет. Это не так. Обычно камни и удаление желчного это уже конечная стадия проблем с желчным пузырем. А мы с вами должны предупреждать эти состояния, ведь симптоматика проблем с желчным пузырем очень явная, но многие просто о ней не знают. Многие считают, что если нет желчного пузыря, он уже удален, то значит и нет проблем. На самом деле, конечно же, это не так. Мы с вами уже знаем из предыдущего видео, которое выходило на нашем YouTube-канале и посвящено печени. Посмотреть его вы можете по ссылке в описании к этому видео. Таким образом, мы с вами знаем, что желчь у нас синтезируется именно в печени. И разница будет в том, что в вашем случае желчь не копится в желчном пузыре, а она напрямую по желчным протокам попадает в 12-перстную кишку. И здесь вы можете страдать либо запорами, либо диареей, в зависимости от того, какое количество желчи синтезирует ваша печень. Поэтому это видео также очень важно и для вас. Многие из вас видят в описании к УЗИ от гастроэнтеролога, что у вас есть холецистит, дискинезия желчеводящих путей. И вы считаете, что это первопричина проблем с желчным пузырем. Но это уже следствие. Также у вас могут быть изгибы, перегибы. Но это не влияет непосредственно на состояние желчного пузыря и на заболевания. Здесь просто важно понимать, что вы должны следить за консистенцией желчи. Желчь должна быть текучая. Тогда никакие перегибы и изгибы не будут оказывать серьезного негативного воздействия на ваш организм. Какая же симптоматика говорит о том, что у вас есть проблемы с желчным пузырем? Хотя на УЗИ вы можете видеть, что у вас все в порядке. Это могут быть запоры или диарея. Это может быть жирный стул. Здесь все будет зависеть от того, достаточно ли у вас желчи, либо она неправильной консистенции. Если у вас дефицит желчи, у вас нарушается моторика кишечника и это проявляется в виде запоров. Если у вас диарея, это говорит о том, что в вашем организме недостаточное количество желчи. В связи с этим недостаточное количество ферментов производит поджелудочная железа и это проявляется в виде диареи. Также жирный стул. Стул должен тонуть, он не должен оставлять следов на унитазе. Если вы это замечаете, это говорит о том, что у вас недостаточно желчи для того, чтобы расщеплять жиры. А желчь нужна нам для того, чтобы, во-первых, расщеплять жиры, для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины и для того, чтобы регулировать состояние нашей микрофлоры. Так как желчь является одним из самых главных антисептиков в нашем организме. Также есть следующие неспецифические признаки проблем с желчным пузырем. Это все проявления на коже. Это могут быть акне, аллергия, крапивница, различные шелушения, высыпания. Это может быть фолликулярный кератоз. Это связано с тем, что при застое желчи нарушается, во-первых, микрофлора нашего кишечника, что проявляется в виде акне или экзем на коже. А во-вторых, при застое желчи нарушается усвоение жирорастворимых витаминов. И это выглядит как сухость кожи или фолликулярный кератоз. Какие еще симптомы могут говорить о проблемах с желчным пузырем? Это могут быть систематические головные боли, мигрени, тошнота по утрам, проблемы со зрением, низкий иммунитет. Почему? Потому что иммунитет зависит, опять же, от наличия жирорастворимых витаминов, так же, как и наше зрение. Также о проблемах с желчным будут говорить боли в правом подреберье, постоянная тошнота, ощущение горечи во рту, вздутие, газообразование и метеоризм в кишечнике. Что же приводит к проблемам с желчным пузырем? Во-первых, это недостаточный питьевой режим, потому что желчь на 90-95% состоит из воды. Многие из вас воду, в принципе, не допивают. Поэтому, если вы выпиваете 1-2 стакана воды в день, это может напрямую сказаться на проблемах с желчеотделением. Во-вторых, избыток сахаров и рафинированных углеводов. Это все приводит к застою желчи, потому что эти продукты сгущают желчь. Дефицит клетчатки приводит также к застою желчи. Клетчатка нашему организму нужна и для формирования желчи, и для стимуляции моторики желчного пузыря и кишечника. Также к застою желчи и к густой консистенции желчи приводят исключение жиров из рациона. Очень многие считают, что если вы хотите похудеть, то это значит, нужно исключить жиры из своего рациона. Кстати, многие также получают рекомендации при проблемах с желчным исключать жиры. Но мы с вами должны помнить, что самый главный отток желчи происходит тогда, когда вы едите жиры. Это не говорит о том, что вы должны есть жареную колбасу или жареное сало. И речь идет, конечно же, о правильных и полезных жирах, но жиры исключать нельзя. Потому что желчь, помимо того, что она стоит из воды, она же состоит и из жирных кислот. Почему у современного человека так сильно обострились проблемы с желчеотделением и с желчным пузырем? Вследствие гиподинамии. Современный человек двигается очень мало. А желчный пузырь – это такой же мышечный орган, как и любая другая мышца. И если вы не двигаетесь, не проходите хотя бы 10-15 тысяч шагов в день, если вы едете до работы на машине, сидите целый день в офисе, не занимаетесь спортом, то это однозначно приведет к застою желчи. Для того, чтобы понять, что привело именно в вашем случае к застою желчи, вы должны изучить свой рацион, свой образ жизни, свою лабораторную диагностику. И только индивидуальный подход, индивидуальное изучение позволит вам составить индивидуальный рацион для того, чтобы решить проблемы с желчеотделением и с желчным пузырем. Для этого я вас приглашаю на программу «Практическая нутрициология для семьи». Ссылка находится в описании к этому видео. Что же необходимо обязательно включать в рацион, как он должен выглядеть, чтобы не было проблем с желчеотделением? Во-первых, это достаточное количество воды. Необходимое количество воды при проблемах с желчным 2-2,5 литра в сутки. При этом вы должны 2-3 стакана выпивать еще до завтрака, и вода должна быть обязательно теплой. Теплее температура вашего тела примерно 38-39 градусов. Далее в вашем рационе обязательно должен быть белок. Этот белок может быть животный или растительный, но минимальный объем белка в сутки должен быть 1 грамм на 1 килограмм веса. Следующий пункт – это жиры. Жиры вы должны считать также по формуле 1 грамм на 1 килограмм веса. Обязательно у вас должно быть 60% растительных жиров и где-то 40% животных жиров. Если на сегодняшний день вы переносите плохо жиры, вы постепенно увеличиваете дозировку жиров, скажем так, и вы можете вводить достаточно легкие жиры. К ним относятся, например, МСТ-масло. МСТ-масло – это среднецепочечные жирные кислоты, которые получают из кокосового масла. Такое масло можно заказать на различных сайтах и смешивать его с обычным маслом в салатах, например, с оливковым маслом. Само по себе МСТ-масло не обладает никаким вкусом. Также для улучшения желчоотделения между приемами пищи вы можете пить одуванчиковый или имбирный чай. Каждый прием пищи у вас должна быть обязательно клетчатка. Хорошо, если это будет сельдерей, спаржа, редис, огурец, сырая, свекла или морковь. Такие травы и специи, как кинза, рукола, куркумин, петрушка – они все будут стимулировать желчоотделение. Также очень хорошо для желчного пузыря подходят ферментированные продукты, например, квашеные капусты или квашеные огурцы. Но именно квашеные, а не маринованные. И также очень и очень важно, если у вас есть проблемы с желчоотделением, принимать пищу в расслабленном состоянии. Вы не должны есть пищу, когда вы испытываете острый стресс. Почему? Потому что желчный пузырь спазмируется, и он не отдает желчи спокойно оттекать. Поэтому, когда вы готовитесь к приему пищи, постарайтесь это делать в максимально расслабленном состоянии. Одна из самых главных причин акне и сухости кожи является как раз проблема с желчным пузырем. И если наша ученица приходит с такой симптоматикой, то первое, на что мы обращаем внимание, это состояние системы пищеварения. На нашей программе училась ученица с прекрасным именем Белла, которая с 14 лет и до 30 не помнит, чтобы у нее была прекрасная чистая кожа. И она считала, что у нее так называемые хронические акне. Но когда мы стали изучать работу организма и посмотрели элементарно ко программу, мы поняли, что у Беллы есть проблемы с желчеотделением, хотя на УЗИ относительно все было неплохо. Но по ко программе видно, что желчные кислоты, жиры, мыла и соли желчных кислот не усваивались в организме. Это значит, что в любом случае будет нарушение микрофлоры в кишечнике. И, конечно, это будет проявляться в виде постоянных высыпаний на кожу. Здесь не нужны никакие кремы, гормональные средства, посещения косметологов. Здесь достаточно ввести те продукты, о которых мы с вами поговорили выше, исключить продукты, которые мешают желчеотделению. И вуаля, у вас будет прекрасная, красивая кожа. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео. С вами была Ксения Черная и канал про здоровье. Единственный канал на YouTube, где мы говорим о питании не с точки зрения похудения, а с точки зрения восстановления здоровья.